Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, к сожалению, я вижу только полэкрана в результате всего. Значит, уважаемые коллеги, в настоящее время вообще-то бурно развивается практически. Практически, кардио-онкология, которой, в общем-то, довольно долго никто не занимался, никто этого не знал. В основном онкологи писали свои рекомендации, но затем вышел позиционное письмо в 2016 году, в 2020 году рекомендации СМО и снова позиционное письмо, опять-таки, европейских кардиологов. По всему миру открываются кардио-онкологические клиники, в которых производится и при реабилитации, и при реабилитации этих больных, производится масштабное исследование. Но, к сожалению, или, может быть, к счастью, тяжелая кардиотоксичность на тех препаратах, которые являются кардиотоксическими, в первую очередь, в антоксиклине, возникает достаточно редко. Вот так Ленинман провели ретроспективный анализ за 25 лет, примерно, с 87 года по 2011 год, на больных, которым была проведена пересадка сердца. 51 тысяча трансплантаций с небольшим по поводу терминальной стадии в состоянии сердечных достаточных. Из них выявлено 453 пациента, подходящих к понятию адремитационной кардино-патии. Всего 0,88%. И такая низкая событийность приводит к тому, что, с одной стороны, это очень тяжелые поражения, а, с другой стороны, все большие исследования, в частности, профессор Кардинали, которая таких исследований провела несколько, эти исследования в основном проводятся с использованием мягких конечных точек. Понятно, что набрать большое количество больных с тяжелой кардино-патии не так просто. Ну, вот, поскольку мы этим занимаемся все-таки довольно давно, и где-то в базе данных наши около 500 теперь пациентов с лимфомами, с лимфозами и с лимфозом хроническим, у 23 из них были тяжелые проявления кардиотоксичности. Ну, и в основном это 14 пациентов с тяжелой кардиотоксичности, низкой фракцией знаний левого желудка, после применения в основном антрациклинов. Остальные больные были преимущественно с лучевыми поражениями. Ну, вот, это дало все-таки нам возможность набрать примерно 14 пациентов с лимфомами в основном, и одна пациентка была с тяжелым поражением тоже сердца на фоне неводевантной терапии антрациклиновой. Низкой фракции выбросы. Мы отобрали таких больных и сравнили их примерно с таким же количеством, с такой же фракцией изгнания, с больными, с диапатической 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 кардиомепатией, для того, чтобы понять особенности ремоделирования левого желудочка. Как видите, фракция изгнания у наших пациентов колебалась от 22% до 38%, то есть это были тяжелые пациенты. Обращайте на себя внимание, что при этом, несмотря на низкую фракцию, у них не очень большой, конечно, диастолический объем и не очень большое левое предсердие. Ну вот, как вы видите, демографические и клинические характеристики были примерно одинаковые в двух группах больных, у 15 больных токсической кардиомепатией и у 26 больных традиционной кардиомепатией. Это довольно была сложная работа, поскольку выяснилось, ну это не так известно, но здесь абсолютно это было в том же, так сказать, виде. Эти больные, у которых была кардиотоксичность, преимущественно были женщины, а больные, у которых была диапазонная кардиомепатией, преимущественно были мужчины. Тем не менее, мы сумели подобрать какое-то количество женщин и мужчин для того, чтобы сравнить по отдельности. Ну и, как вы видите, вот эти больные с токсической кардиомепатией, с низкой фракцией изгнания, а фракция изгнания у них была примерно одинаковая. Это медиана 27,2 и 25,5 у больных с токсической кардиомепатией. Примерно одинаковое время они болели, одинаковый возраст примерно, и у них совершенно четко различаются объемные характеристики левых отделов сердца. У них индекс левого предсердия меньше, у них меньше индексированный конечный диастолический объем и индексированный конечный систолический объем. То есть, у этих больных была низкая фракция при умеренном или без даже дилатации, при умеренной дилатации или даже без дилатации. И в сравнении с диапатической диапатической кардиомепатией это было именно так. Индекс объема левого желудка в группе мужчин и женщин абсолютно повторял закономерности, как вы видите, с высокой статистической значимостью. И индекс объема левого предсердия, как вы видите, также абсолютно повторял наши выводы из общей группы. То есть, индекс объема левого предсердия у больных с токсической кардиомепатией и у мужчин и женщин достатистически значимо меньше, чем в группе диапатической кардиомепатии. Причем, гистологически вот у умерших больных, как вы видите, практически кардиомиоцитов, в общем-то, снижено чуть ли не в два раза по сравнению с людьми больными. То есть, это были очень тяжелые поражения сердца. Естественно, что мы наших пациентов лечили и, как выясняется, в общем-то, если начинать лечить достаточно рано, то это достаточно обратимая ситуация. Мы начинали с низких дозов корвидилола, 6,25 мг в два раза по сравнению, или бисопролола, титровали, и налаприл тоже титровали с самых низких дозов, осторожно применяли диуретики, грашперон. Ну, и, в общем-то, нужно сказать, что если вы посмотрите, то практически фракция знания, как вы видите, у всех повысилась до приемлемых цифр. Даже есть больные, у кого это стало нормальной цифры. Ну, в основном это 45-50%. У них значительно улучшилось состояние и функциональный класс. И, соответственно, несмотря на то, что у них нет большой дилатации, почти у всех как-то снижался конечный диатологический объем, кроме одного пациента. Значит, выходят статьи по поводу лечения этих пациентов. Некоторые статьи говорят о том, что это необратимые пациенты. Ну, как видите, все-таки на определенное время им помогает лечение обычное. Естественно, что это должно быть скрупулезная терапия. Ну, и, как вы видите, они все-таки на предыдущем слайде показаны, что все-таки самым-то лучшим гемодинамикой улучшается. Были проведены исследования с пересадкой, с трансплантацией сердца. Считается, что эффективность трансплантации этих больных не хуже, чем при сердечной недостатке другой теологии. У них не возникает большее количество онкологических заболеваний в сравнении с этими больными. И, в общем-то, качество жизни значительно улучшается. Поэтому, в общем-то, наверное, такой мозг можно медикаментозный делать на какое-то время, постоянно наблюдая этих больных, понимая, что, в конце концов, не исключено, что они перейдут к сердцу фазу, когда нужна трансплантация. Ну, и очень большой вопрос встает о профилактике этих заболеваний. Ну, вот в настоящее время очень много цитируется, и правильно цитируется, справедливо, оценка предстоящей возможной кардиотоксичности для лечения акукалей с помощью антрациклина. Ну, или других препаратов. И, как вы видите, этот алгоритм состоит из того, что рассчитывается опасность самого препарата и риск, связанный с предшествующими заболеваниями, с анамнезом, преморбидом, так можно сказать, пациента. В этот преморбид входит заболевание сердца и сердечная недостаточность, коронарная болезнь или ишемическая болезнь, болезнь периферических артерий, артериальная гипертония, сахарный диабет, предшествующие лечения антрациклины, предшествующая совместная ночевая терапия, возраст младше 15-1965 лет и женский пол. Суммируются баллы и связанные с риском препарата, с баллами, связанными с состоянием больного. И сумма всех баллов, если 6, это очень высокий риск, 5-6 это высокий, 3-4 промежуточные, 1-2-0 это низкий, очень низкий. Ну, и разработано, соответственно, обследование и мониторинг в соответствии с риском кариотоксичности применяемых препаратов. Говорится о том, что желательно перед началом снять эхо и эстроэн, эхо, и, соответственно, перед каждым циклом введения препаратов, в конце лечения, на 3-6-12 месяца и так далее. Причем это ранжируется исследование в зависимости от риска. Очень высокий риск это одно, а если высокий риск, то другое. Но очень важна сама профилактика, которая предлагается, если это очень высокий риск, начать ингибитор АПФ или брако-блокаторы рецепторов андиотензима, коридилом и статина в низких дозах за неделю до начала химиотерапии. Вот это добиться не всегда можно. Если это высокий риск, то можно начать это все вместе с введением препарата противоокупливого. Ну, а если промежуточный низкий и очень низкий, то это все обсуждается уже совместно с кардиологом. Ну, нужно сказать, и на мой взгляд это очень важная вещь, что поражение сердца, к сожалению, выникает при различных опухолях неодинаковая и неодинаковая реакция на лечение препаратами, протективное кардиологическое лечение у больных с различными опухолями. Ну, и поскольку мы работаем в основном в онкогематологической области, то нужно сказать, что все предыдущие алгоритмы профилактики, о которых я говорил, они все-таки созданы в основном для рака молочной железы, поскольку очень многие исследования проходили именно на больных с раком молочной железы. Здесь очень интересны доклады по полосным, внутрибрюшным ракам, по ракам предстательной железы, а все-таки это неодинаковая больных. И в этом смысле сравнение, собственно, сердечно-сосудистой системы у больных с разными опухолями не проводилось, но вот недавно вышла такая статья о хирургии после лучевых поражений хлопанов сердца у больных после лучевой терапии. И это известный наш кардиохирург, Ренат Муратов проводил это исследование. Они прооперировали довольно большое количество больных, в которых 23 человека было с лимфомами, и, соответственно, раком молочной железы, 12 человек. И они не обратили даже внимания, вот на свое одно заключение, оно, на мой взгляд, очень важное. Летальность составила 11%. И среди пациентов, получивших рентгенотерапию после массовых тамили, летальных исходов не было. А все умершие пациенты в переоперационный период составляли группу с лимфомой Хошкина, с абсурцированным облучением грудной клетки. И вот это первая, так сказать, ласточка, которая говорит о том, что эти поражения сердца не одинаковы, потому что у больных с лимфомой Хошкина поражение, наверное, более тяжелое даже, чем у больных раком молочной железы, и в связи с тем, что они другие схемы препаратов получают, и в связи с тем, что и лучевая у них другая, да и сама опухоль, она вызывает массу токсических эффектов. Поэтому, конечно же, все, что, так сказать, годится для рака молочной железы и применения схем с антроциклинами, оно неизвестно, годится ли для больных другими опухолями. Поэтому нами исследованы 44 пациента с лимфомами. Больные были обследованы до начала полихимиотерапии, во время полихимиотерапии. И после это были женщины и мужчины в возрасте, как видите, возраст зависел от того, какой вид лимфомы. Лимфомы Хошкина – это 33 медиана возраста лимфомы 60, и различные схемы терапии, включающие антроциклины. Значит, при лимфоме Хошкина это в основном биохоп довольно тяжелая такая схема, и АБВД, а не Хошкинский климфомы 28 человек получали РЧОК, да, и только один получал РФОК. Интересно, вот мы оценивали состояние с помощью ЭКОК, по шкале ЭКОК, и вы видите из графика, как после первого цикла увеличивается количество больных, в которых ухудшилось общее состояние. То есть само лечение привело к ухудшению состояния. Причем не факт, что это было связано именно с изменением сердечно-сосудистой системы. Пока мы не сумели получить корреляцию, какой-то, так сказать, смысл того, что это все связано именно с поражением сердца. Тем не менее, мы начинаем им проводить превентивную терапию, с кардиопротективными препаратами, и мы видим, что мы начинаем с корвидилола, пытаемся сначала вместе давать с энолоприлом. Некоторым больным приходится начинать с корвидилола, потому что, хотя у них явно, вот на графике это видно, на фоне лечения корвидилолом снижается частота сердечных сокращений, как бы она приближается к целевому, но не достигает, все останавливаются до 70, да? А вот давление у них снижается очень здорово, причем это и группа пациентов, и первая, и вторая группа, то есть молодые и пожилые, совершенно, так сказать, одинаковая динамика давления, снижается оно статистически значимо, гораздо более значимая частота сердечных сокращений, а мы, естественно, все понимают, что мы пытаемся достичь именно частоты нормальной на корвидилоле, а, к сожалению, снижение давления нам это не дает делать, и это видно на этом графике. Часть больных это выдерживает, а часть больных нет. Сейчас больная тоже готовится к лечению схемы, содержащей антрациклины. Мы даем тройную терапию корвидилол, инолаприл и статин. И статин она выдерживает кожа. Вот можете себе представить такие, так сказать, находки. Так что это больные, которые, в общем-то, отличаются и, возможно, потребуют своего алгоритма. Ну и вы видите, что приверженность терапии, в общем-то, плохая в результате. Тут складывается многое. Не только то, что это плохая переносимость, но эти препараты больные вынуждены покупать. У нас это далеко до того, чтобы они вошли, так сказать, в препараты необходимые при лечении онкологических больных. Больные читают проспекты к этим препаратам, где совершенно однозначно нет показаний для их приема при лечении опухолей. Ну и, в общем, плохо и переносят. И, в общем, конечно, приверженность не очень хорошая. В заключение хотелось бы сказать, что все эти проблемы должны знать и кардиологи, и онкологи. И онкологи во многом сторонятся, к сожалению, этих проблем и не очень хотят это все знать, считают, что это происходит редко. Ну, наверное, это происходит не очень часто. Действительно, редко прямо такая кардиотоксичность смертельная развивается. Это очень хорошо, но, с другой стороны, она развивается редко, но развивается. Ну и, конечно же, больной, который предстоит против лечения, должен быть тщательно обследован для выявления скрытых заболеваний. А дальше, вот, что вы называете, при реабилитации вместе с протективным лечением. Ну и кардиологам, совместно с онкологом, должен быть составлен план профилактики кардиотоксичности при лечении любого онкологического больного. В принципе, вот интересно, что во всех этих рекомендациях зарубежных, которые мы читаем, там говорится, что вот если там пошло не так или вот реморбит какой-то, надо провести консультацию с кардиоонкологом. У нас нет кардиоонкологов. Значит, мы в каких-то своих работах пишем с кардиолога, осведомленный в этих проблемах и так далее. Лечение кардиотоксичности должно быть начато как можно раньше препаратов, которые обычно лечат сердечный недостаточно, а что с учетом особенностей этих больных, с постоянным контролем, у нас больные постоянно нам пишут свои отчетики ежедневно по WhatsApp. Это очень помогает. Ну и состояние пациентов с тяжелой токсической ардиоэпатии должно постоянно мониторироваться для своевременного решения о трансплантации. Спасибо большое за внимание и за то, что пригласили. Спасибо. 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 Спасибо.